Программное обеспечение Altami Studio позволяет создать панорамное изображение исследуемого объекта с помощью камеры микроскопа или из списка заранее созданных фотографий. Инструмент панорама создает целостное увеличенное изображение исследуемого образца путем сшивания его из нескольких отдельно запечатлённых частей. Благодаря этому исследователь получает изображение крупного объекта, изначально не помещающегося в поле зрения микроскопа. Для того чтобы создать панорамное изображение, в панели меню программы Altami Studio следует открыть вкладку «Инструменты» и выбрать пункт под названием «Панорама». В открывшемся окне мастера создания панорамы программа предложит пройти первый шаг настройки, в котором пользователю предстоит выбрать, какие изображения будут использованы при создании панорамы. Первый вариант – это изображения, созданные в реальном времени с помощью камеры микроскопа. Второй вариант – это выбор уже готового набора изображений, которым пользователь может указать доступ. Итак, давайте рассмотрим первый вариант создания панорамы с помощью захвата изображений камеры микроскопа в реальном времени. Важно отметить, что прежде чем приступать к работе с данным инструментом, следует убедиться в том, что все активные окна программы закрыты и камера микроскопа не задействована в работе приложения. В противоположном случае, в открывшемся окне мастера создания панорамы, данное устройство будет недоступно для выбора. Если всё настроено корректно, то в первом варианте захвата изображений с помощью камеры микроскопа, в выпадающем списке доступных устройств подтверждаем рабочую камеру. А во втором выпадающем списке выбираем требуемое разрешение, выводимого впоследствии на экран изображения. В нашем случае, для комфортной работы, выбираем среднее значение из доступного перечня вариантов разрешений и нажимаем «Далее», чтобы перейти ко второму шагу. В новом окне пользователю предлагается настроить устройство для корректного отображения объекта путём настройки экспозиции, баланса белого и ряда других параметров. Приступая к работе с данным шагом, для начала следует настроить осветительную систему микроскопа таким образом, чтобы освещение поля зрения было максимально равномерным. Затем необходимо отключить автоматическую настройку экспозиции, установив оптимальную яркость изображения вручную, чтобы последующие кадры получались одного уровня освещенности. Далее настраиваем баланс белого. Для этого при работе в отражённом свете кладём лист белой бумаги поверх образца и нажимаем на кнопку «Автобаланс белого». А при работе в проходящем свете вводим в поле зрения фрагмент предметного стекла, на котором нет исследуемого объекта, и также нажимаем на кнопку «Автобаланс белого». Программа автоматически выставит предпочтительные значения, которые при желании можно изменить по своему усмотрению. После выполненной настройки нажимаем на кнопку «Далее» и переходим к третьему шагу мастера создания панорамы. На данном этапе программа предлагает пользователю сделать несколько изображений объекта для их последующего автоматического объединения в панораму. В окне «Видеопоток камеры» отображается то, что передаёт камера в реальном времени, а в окне «Предпросмотр результата» — предварительный результат собираемой панорамы для визуального контроля качества сборки. Чтобы начать создавать панораму, следует расположить начало объекта так, чтобы его было видно в окне «Видеопоток камеры» и затем нажать кнопку «Добавить» для добавления кадра к собираемой панораме. Далее следует сместить объект в диапазоне от 50% до 70% относительно предыдущего добавленного кадра и снова нажать на кнопку «Добавить», при этом наблюдая появление добавленного кадра в окне «Предпросмотра результата». Если добавленный кадр спозиционировался неверно, можно отменить добавленный кадр, нажав кнопку «Отменить», после чего переместить объект в обратном направлении для увеличения зоны пересечения нового кадра с предыдущими и снова нажать кнопку «Добавить». Сделав необходимое количество кадров для создания целостного изображения объекта, нажимаем на кнопку «Далее» и переходим к последнему шагу. На финишном этапе производится окончательная сборка панорамного изображения. Перед тем, как нажать на кнопку «Создать», программа даёт пользователю возможность изменить некоторые стандартные параметры, которые влияют на соотношение производительности и качество итогового изображения. Доля ключевых точек Это минимальная доля ключевых точек от площади изображения. Чем больше таких точек находится на изображении, тем точнее происходит поиск трансформаций, но при этом уменьшается скорость создания панорамы. Быстрое нахождение трансформаций Позволяет увеличить скорость обработки с несущественной потерей качества. Если эта опция включена, трансформации будут искаться на уменьшенных изображениях. Данную опцию нужно выставлять лишь в том случае, если изображения слишком большие и обработка панорамного изображения занимает много времени. Нахождение поворотов Позволяет получить более качественное финальное изображение с некоторой потерей скорости создания панорамы. Если эта опция включена, углы поворота в трансформациях будут считаться более точно. Использовать превью Эта опция ускоряет построение панорамы за счет данных, полученных на этапе захвата изображения. Если в приоритете скорость создания панорамы, то можно воспользоваться данной опцией. Если же в приоритете стоит качество получаемой панорамы, то данный пункт настройки следует пропустить. Определившись со значениями параметров создания панорамы, нажимаем на кнопку «Создать» и ожидаем окончания процесса объединения фотографий. Готовое изображение будет продемонстрировано в окне «Результат». Чтобы сохранить полученное изображение на компьютере, нажимаем на кнопку «Сохранить», выбираем путь сохранения файла, задаем его имя и выбираем один из предложенных вариантов расширения файла. И после этого нажимаем на кнопку «Сохранить». После сохранения изображения в памяти компьютера в мастере «Создание панорамы» нажимаем на кнопку «Завершить», после чего программа предложит открыть созданное изображение в основной рабочей среде программы Altami Studio. При нажатии кнопки «Нет» мастер закроется и на данном этапе работа с инструментом «Панорама» завершится. Также программа автоматически сохраняет финальный результат работы и промежуточные фотографии в своей системной папке «Мой компьютер», «Документы», «Альтами документс», «Панорама». Теперь давайте рассмотрим второй вариант создания панорамы с помощью выбора уже готового набора изображений, которым пользователь может указать доступ. Нажимаем кнопку «Далее» и переходим ко второму шагу мастера создания панорамы. В открывшемся окне с помощью кнопки «Добавить» выбираем ранее подготовленные фотографии объекта исследования и нажимаем на кнопку «Открыть». Для удаления лишних изображений из созданного списка файлов выделяем ненужное изображение и нажимаем на кнопку «Удалить». По окончании формирования списка изображений, которые будут использоваться для создания панорамы, нажимаем на кнопку «Далее» и переходим к последнему шагу, который аналогичен тому, что мы описывали при первом варианте создания панорамы. Определившись со всеми значениями параметров создания панорамы, нажимаем на кнопку «Создать» и ожидаем окончания процесса объединения фотографий. Готовое изображение будет продемонстрировано в окне «Результат». Дальше, по аналогии с первым вариантом создания панорамы, мы можем сохранить изображение в памяти компьютера, открыть его в основной рабочей среде программы Altami Studio, а также найти автоматически сохраненную копию в системной папке программы. Спасибо за внимание! Выбирайте Altami, подписывайтесь на наш канал и следите за дальнейшими обновлениями.